О том, что в Арабской Республике на первый план сейчас выходят вопросы гуманитарного характера, заявляет Министерство обороны России. На основе многочисленных обращений глав местных администраций, а также собственных данных, военные из Российского Центра по примирению передали в ООН перечень населенных пунктов, нуждающихся в помощи в первую очередь. Работа по доставке жизненно необходимых грузов уже ведется. В сирийской провинции Хама, Хомс, Латакия, Дера, Дерезор, Алепа и Дамаск нами уже доставлено и передано местному населению более 620 тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости. Министерство обороны Российской Федерации готово оказать всю необходимую помощь международным и зарубежным организациям в доставке гуманитарных грузов в Сирийскую Арабскую Республику. Между тем, режим прекращения огня распространяется на все новые населенные пункты. За последние сутки российским военным из Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь предварительной договоренности о прекращении огня со старейшинами еще шести селений в провинции Дамаск. А на севере страны жители Раки устроили восстание против террористов. Боевики ИГИЛ, группировки запрещенные в России и многих других странах, считают город своей столицей. Три года он был под контролем исламистов и вот теперь терпение людей лопнуло. Они отбили у бандитов ряд районов. Сторонники правительства, до сих пор действовавшие в подполе, вывесили на дамаг сирийские национальные флаги и провели демонстрации против правления экстремистов. При этом на их сторону перешли около 200 боевиков.